Это Camaro 1969 года, кабриолет, LSA-мотор, салончик, карбоны, шмарбоны. Ну, спорная, конечно, история с колесами. Ну, в целом, конечно, сделана машина достойна. Короче, E30 на два жезетия, на турбинке, на жирном жире. Неплохо. И, конечно, Porsche, вот этот, меня поразил прямо в сердце. Просто Porsche, конечно, 993 на каком-то нереальном жиру. На каком-то просто нереальном жиру. А вот тоже, конечно, Кэрст Глей. Проект, конечно, фантастический. Если честно, ну, вот, поражает просто от слова «ваще». Смотрите на это, а. Просто жирно-жирно. Просто жирно-жирно. А вот это тут, конечно, жир просто... Жирнющий. На ЛС-моторе 300 SL. Блин. Что это такое? Как вообще? Как рука поднялась такое построить, а? Только смотрите. Просто. Ну и вот, пожалуйста, Slant Nose. Тоже лютая постройка, конечно. Посмотрите, какая жопа у этого Porsche. Прямо дичь. Дичайшая. Класс. Ну что ж, а вот привет. Я. Алексею Щербакову. СС на компрессоре. Крауфорд Энженс. На полном жире. Но это какая-то драговая история. С СС на компрессоре. Ну, конечно. Жирочек жирный. А, хорош. А вот тебе. Супер перформанс. Форд GT40. Найтона. Что-то пожарят. Стоят все, разговаривают. Со второй тоже стали делать, кстати, реплику. Обычные Фобры. Конечно, классно. А вот. Самый простой комплект. Без мотора, без ничего. Заказал. Ставил, что тебе нужно. И помчал. Посмотрите, какой классный. Чокнутый. Хот-рот. Что, блядь? Что это? Электричка. Да, ешкин-код. Вы что, попутали уже совсем с вашими этими электричками? Сколько можно? Так, ну что ж. Это переделанный чарджер. Точнее, переделанный челленджер в чарджер. То есть, судя по окну, как вы видите, это DOS челленджер современный. Вот. Но кузов от чарджера. Ну, то есть, это комплект для переделки челленджера в чарджер. В принципе, это, наверное, первая первая приличная реплика, которую я видел. Тоже есть свои вопросы, конечно, в целом. Но это хотя бы не выглядит так пошло и достаточно гармонично. Ну вот. Кстати, Factory 5 новый кузовок. Ну, по крайней мере, для меня новый. Может быть, он уже и был, выкатили. Пикапчик. 35 Hot Rod Truck. Я его раньше не видел. Все остальное, в общем-то, все известно. А вот это новое что-то интересное. Ой, друзья. Ну, вот оно. Вы все знаете, как я неровно дышу в G-Body. Но этот View Grand National просто бомбичный. Я охреневаю. Ну, там, B-Turbo, LS, это все ладно. Самое крутое здесь, конечно, это вообще общий билд и то, как сделан интерьер. Эта машина одна из топов здесь. А вот безумный, широкий Mustang 67-го года. Но, помимо всего прочего, у него еще и мотор расположен сзади. Безумный, конечно, проект. Вот. Хотелось бы пожелать все-таки нормальных зазоров в этой машине и нормальной покраски в следующем году. Ну, а так, круто. А вот, ребятки, Porsche. Ну, как бы Porsche. Это кастомный билд. Фуни Пегасус или что-то такое. Я не помню, как его назвали. Для Кена Блока, который построили. Для Пайк Спик. Вот. По сути, это, как видите, кастомная пространственная рама. Особо даже не красили каркас. Смотрите, он ржавенький. Не успели. Вот. И сверху одевается карбоновый кузов. То есть, это просто такой, скажем так, прототип. Посмотрите. Битурбо. Лютая инженерия подвески. Аэродинамики. Вот. И, вот, посмотрите. Вот снятая жопа. Она карбоновая. Вот так вот это выглядит. В общем, конечно, проект очень жирный. Жалко, что отрыгнула она на Пайк Спик и не поехала. Смотрите, какой тут, ребята, мощный перш на ЛС. И вот хозяин. Ну, как дела? Привет всем. Нормально. Зажигаешь, значит, на 7е, можно сказать. Ну, да, да. Как тебя сюда пустили, скажи? Ну, в прошлом году я приехал и уже строил его. И поставил себе цель попасть сюда. Ну, и в течение года всякими там путями, знакомствами пытался... Через постель, в том числе. Да, да, да. В первую очередь. В общем, смотрите, ребята. Дрифтовый, Порш, Каен. Это все карбон, конечно же, да? Нет, это все железо. Да я шучу. Ну, короче, вот такая интересная постройка здесь в Америке. Но с Канады приехали, да? Своим ходом. Своим ходом. Ну, не на нем, своим ходом, но прицепим. Круто. А вот, господа, обратите внимание. А где сидеть? То есть ты сидишь просто на моторе фактически жопой, посмотрите. Охренеть. Здравствуйте. Реально сидишь на моторе. Еще и автомат. Охренеть. Бомж-тюнинг, ребята, смотрите. Но все работает. Смойка паром. Смотрите, какой Монте-Карло на донке. А вот здесь происходит лютая движуха Хуниганс. Вот. Собственно, у них тут, конечно, безумно, безумно этот Берн-Ярд. Вот. Но через два часа только будет шоу. Поэтому сейчас тишина. А вот, ребята, смотрите, добрался я до стенда Пинзоил. И где-то здесь бродит Федерико. в новой расклейке машины я еще такой ее не видел. А вот это уже что-то из будущего. Смотрите. Система тоннелей под Лас-Вегасом. Где бесплатно Теслы возят туда, куда надо. Вот я стою, жду своей машины. И, короче, через тоннели под землей ездят тачки. Какая-то ебучая ловка. Просто жезь. Ещё и сзади можно сесть. А, грех. Ну, такой лодки я бы поеду. Даже шест для скриптиза. Вот, пожалуйста, электромотор. Готовый комплект, который ты можешь поставить себе в машину уже с коробкой передач. Всё. Сел и поехал. Кстати, почему нет? Снова какая-то электрохрень. Пожалуйста. Roadrunner на батарею. Что-то с подвеской тут не то. Ну, что ж, граждане, я начал съёмки топ-10 от Тимона. И вот эта машина попала в него несомненно. Так что, граждане, LS 300 SL, крыло чайки, тачка просто крутая. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok